Девчонки, всем привет! С вами Юля. И меня сегодня нет в кадре. Надеюсь, вы на меня не обидитесь. Просто такие обстоятельства, что я скоро уезжаю, уже сижу на чемоданах. Давайте покажу вам, что у меня скопилось. Первое, я хочу показать пустую баночку. Закончился вот такой гель для душа от Чистая Линия. Он с запахом черной смородины. Вообще, очень приятный гель для душа. Именно с точки зрения аромата. Честно говоря, я ожидала, что будет что-то такое химозное. Но на самом деле нет. Это вот прям запах спелой, свежей, сочной смородины в июле. Кто в детстве ездил собирать с родителями смородину, а потом из нее варить компоты, тот знает вот этот вкус, когда она лопается у тебя на зубах. И вот эта кислинка и во вкусе, и в запахе. Вот я ее просто угадала. То есть за душку просто 5 с плюсом. Ну а так, я не знаю, что сказать. Мне кажется, обычный гель для душа. Для меня они все примерно одинаковые. Но неплохой. Я думаю, что буду брать еще. Закончилось вот такое молочко для тела от Бёбхен. Я как-то его показывала. Оно уже мелькало. Да, с маслом коррете и подсолнечника. Очень хорошее молочко. Легкая текстура. Быстро впитывается. Удобный в использовании. Нормально увлажняет. Да, покупала. Покупаю. Думаю, что еще буду покупать. В аптеках обычно оно продается. Присмотритесь. Закончилось еще одно молочко от Ифраше. Это была лимитка. Зимняя. Я просто несколько таких баночек покупала. Мне очень понравился запах. Здесь идет мандарин с пряностями. Как-то так называется. Мандарин в пряностях. Да. Я просто люблю вот это сочетание цитрусовых с какой-нибудь корицей или с чем-нибудь сладким. В общем, да. Был очень приятный запах. Как, в общем-то, и у большинства продуктов Ифраше. Такой достаточно жвачный. Я бы так его обозначила. И по свойствам он похож на любое молочко от Ифраше. Они, как правило, очень легкие. Не творят чудес. Не справятся с задачей увлажнить очень сухую кожу. Но мне все равно не нравятся, потому что они делают кожу именно гладкой. Вот это, мне кажется, их фишка. То есть, после применения кожа гладкая, такая скользкая. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Мне нравится этот эффект ухоженной кожи. А увлажнение я добиваюсь с помощью масел. У меня частенько в ванной стоит какое-нибудь молочко от Ифраше. Ну, было вот это. Да, неплохое. Закончились у меня два крема для рук. Один крем для рук от чистой линии. Здесь стоит единичка. И написано легкая текстура. И от бархатной ручки у меня стоит троечка. То есть, средняя уже такая насыщенная, более насыщенная текстура. Причем на бархатных ручках даже заявлено, что он еще и ногти укрепляет. Знаете, я раньше, в принципе, редко покупала кремы для рук. Я использовала какое-нибудь молочко для тела. И это было очень неправильно. На самом деле, кремы для рук, они иначе сформулированы. Они более силиконистые, но в этом нет ничего страшного, потому что руки мы очень часто моем. И в них вообще включено больше компонентов, именно направленных на защиту кожи, на обволакивание кожи. И сейчас я снова стала покупать кремы для рук. В общем-то, эти два очень неплохие. Вот этот в лето я бы брать не советовала. Все-таки он достаточно такой плотненький. А вот этот совсем легкий. Мне кажется, для лета самое то. Возможно, буду брать еще с соком алоэ. Неплохие кремы дают увлажнение, защищают кожу. Закончился вот такой бальзам от Glisskur. Жидкий шелк для ломких, лишенных блеска волос. У нас заявлено, что он делает легкое расчесывание, что волосы будут сильно блестеть. Но я не знаю, меня не впечатлило. Неплохой, нехороший. Обычный. Вот самый обычный бальзам. Силиконистый. Нормальный. Я не думаю, что надо заострять внимание. Не уверена, буду ли брать еще. Будет на скидках. Может быть, возьму. Так по обычной цене, скорее всего, не буду покупать. Буду еще что-то покупать. Показываю еще не закончившийся продукт, но он у меня уже скоро закончится, потому что именно сейчас я им интенсивно пользуюсь. Это вот такой, ну как это называть, бронзатор от Lumine. В общем, да, это лосьон с эффектом мерцания. Ну, я почему-то называю это бронзатор. Я не уверена, что сейчас он выглядит именно так же, потому что я покупала, на самом деле, это средство год назад. Оно у меня стояло в темном прохладном месте, не испортилось, не поменяло свойств, не расслоилось. Все с ним прекрасно. В общем, это незаменимая штука для тех, у кого светлая кожа. И вот до того, как вы загорели, если вы не хотите вот этот эффект белых-белых-белых, просто ног бледной поганки. Потому что, ну, на незагорелых ногах видна вот каждая маленькая венка, каждый сосудик. Ну, некрасиво это смотрится. Мне эта штука нравится. И вы не смотрите, что она выглядит очень темной. На самом деле, она дает лишь такой эффект, ну, небольшого загара. Буквально на тон она делает темнее кожу. Но это все меняет. Действительно, смотрятся ноги совершенно по-другому. При этом, естественно. То есть, у вас не будет ног мулатки. Не бойтесь. Есть мельчайшие блестки, которых будет видно только на прямом ярком дневном свете. Ну, это как бы даже и не блестки, а какое-то мерцание. Не пачкает одежду. Никаких проблем с ним нет. Хорошая штука. Надеюсь, что не сняли с производства. Закончилось у меня также три тональных средства. Первое средство – это вот такой BB крем-корректор от Bitex. Ну, это белорусская косметика. SPF здесь 15. Это такой крем с эффектом тона. То есть, это просто увлажнитель, который лишь слегка-слегка дает тон кожи. Хотя так он выглядит, ну, пигментированным, как тональный крем. Но на самом деле ничего подобного. Он очень мало тона оставляет на лице, подстраивается под ваш цвет кожи. В общем, смысл в чем? Они обещают ровная текстура кожи, сияющий цвет лица, сужение пор. И это правда. Он действительно, как будто, знаете, ну, затирает поры. То есть, поры с ним становятся незаметными. И выравнивает именно текстуру кожи. Но цвет кожи, вот он сильно не выравнивает. То есть, ну, знаете, когда я им пользовалась? У меня там, кстати, немножко осталось. Я им пользовалась в те дни, когда я, в принципе, не собираюсь наносить макияж, не собираюсь особо куда-то идти и краситься. Но чтобы вот не ходить совсем чуни, я использовала вот эту штуку. Ну, плюс SPF 15, если что там. Выскочить на улицу. Вы знаете, он даже похож и по текстуре, и по действию, и просто вот по ощущению на коже. На некоторые базы под макияж, которые как раз выравнивают текстуру кожи, готовят кожу к макияжу, делают пору меньше. Вот это вот все его история. Тоже еще не совсем закончился, но вряд ли доживет до следующих пустых баночек флюид от Виши. Я люблю этот тональный крем. Вот знаете, на него противоречивые отзывы, либо очень хорошие, либо наоборот очень плохие. Это такая жиденькая текстура, да, но при этом очень пигментированная. Вот, видите? То есть он достаточно дает плотное покрытие. Не то, что плотное, а вот он хорошо выравнивает тон лица. Прям вот хорошо. И идеален он для комбинированной и жирной кожи, особенно вот в теплое время года, вообще не ощущается на лице. И знаете еще, что я хочу подметить? Вот такие текстуры по принципу жидкой пудры, вот флюиды, жиденькие тональные кремы, у L'Oreal был похожий, сейчас вот у Catrice очень знаменитый тональный крем, куча обзоров на него. Они все расслаиваются. То есть, и причем зачастую они уже стоят расслаившиеся прямо в магазине. Я не знаю, что с ними не так, но вот этот тональный крем от Vichy, он не расслаивается. То есть он не меняет свою текстуру. Это приятно, да, что свойства его не меняются. SPF здесь 15. И еще один тональный крем, тональный крем от Bourjois. Я люблю продукты для лица от Bourjois. Мне подходят их тональные кремы, консилеры. Но он не похож на типичный тональный крем от Bourjois. Он более плотный по текстуре, но без эффекта маски. И знаете, здесь сам оттенок другой. Обычно тональный крем от Bourjois, они имеют такой желтоватый, либо какой-то абрикосовый, персиковый оттенок. Здесь он все-таки немножко сероватый. И как производитель заявляет, видите, что здесь три варианта пигмента в него добавлено, что он будет вам перекрывать и красные пятна. Ну, в общем, будет выравнивать хорошо тон лица. Ну, в принципе, да. Он действительно более плотный, более пигментированный, чем обычные тональные кремы от Bourjois. Он у меня как-то хорошо шел, когда я собиралась снимать видео. Потому что достаточно плотный, SPF нет, бликовать не будет. Но на моем лице он как-то не очень хорошо держался. То есть его обязательно надо было закреплять пудрой. Ну, такой тональный крем Хорошист. Такое средство на четверочку. И закончилась у меня вот такая очередная мицеллярная вода. Чистая линия с розочкой. Я не знаю, я нормально отношусь. Мне не щипят они глаза. Вот, кстати, написано, не щиплет глаза. Да, мне не щиплет. Нормально снимают макияж. Какой-то суперстойкий макияж я не ношу. Я не делаю себе каких-то жирных стрелок. Пять слоев туши. Обычный макияж она прекрасно снимает. У меня нет претензий к этому продукту. Ну, я как-то говорила, знаете, очень неэкономично расходуются средства от чистой линии вот в этих вот баночках. Я не знаю, в баночке дело или в самом средстве. Но действительно, они улетают прям быстро. И последнее средство, которое я вам хочу показать, это вот такой вот крем-заживайка с маслом облепихи, мятой шалфеи от ссадины царапинок. В общем, вы знаете, на что это похоже? Знаете, есть такие кремы аптечные, целитель, спасатель, жирные-жирные, насыщенные эфирными маслами. Вот видите, он какой-то зеленоватый, такой желто-зеленый. Вот это типа легкий, облегченный вариант тех средств. То есть, здесь он не настолько перенасыщен эфирными маслами. Да, он пахнет мятой, шалфеем, вот какими-то травками, но полегче. Ну, в общем-то, я и покупала его ребенку под маску, ссадинку, царапинку. Но особого эффекта я от него не увидела. При достаточно жирной текстуре, которая плохо впитывается, ну, как-то я не заметила, чтобы все это проходило быстрее, переставало чесаться. Я не поняла. Наконец-то я добила вот такую базу под макияж от Lumine. Она мне никогда не нравилась. Если вы ищете базу, которая реально будет удерживать тени на месте, я ее даже не добила, там еще есть, то эта база не для вас. Это просто выровнять веков. Ну, такая вот она силиконистая даже по ощущениям. У меня с ней тени скатываются, плюс она не дешевая. Сейчас как-то Lumine вообще подорожала. У нее маленький объем. Не знаю, видно вам или нет. 5 мл у нее всего лишь объем. Я считаю, что это мало за цену, которую она стоит. Если нужна стойкая база, это не она. Спасибо вам большое за внимание. Как всегда, надеюсь, было полезно и интересно. Пишите свои комментарии. И всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok